Если есть варикозное расширение вен, если вот такая клапана и недостаточно, мы должны обязательно посмотреть наличие швов. Вот у нас этот шов, где бы он ни находился этот шов, мы должны проверить его влияние шва, сделанного хоть там когда-нибудь, на кровообращение ног. Поэтому мы начинаем его пальпировать с нижней точки. Вот он у нас здесь находится, с нижней точки. Вот я беру и пальчиками как раз по шву, проставляю, чтобы своими продушечками прочувствовать этот шов, и потихонечку стараюсь его ощутить полноценно пальчиками, вот прощупать. И вот это прощупывание нам показывает, что где-то уже это ощущение выловилось у нас. Мы с вами ищем. Пульс пошел. Пульс пошел. Значит мы говорим, у нас есть спаечная болезнь живота, которая влияет на пульсацию брюшной аорты. Вот этого не должно быть. В итоге мы это уберем. Как? Проходя до всякой работы с животом, мы будем начинать работать со швом. Сначала. Вот он шов. У нас должно сейчас успокоиться здесь. Я должна пройти еще, пошел вот чуть-чуть повыше. Но обязательно, чтобы пальчиками вот эту нить чувствовать. Вот опять я пальпирую, нахожу эту нить и опять куда мы выходим. Спина, нога, живот. Здесь спокойно все? Опять та же самая тема. Мы уже убираем. Вот я теперь взяла пальчиками весь этот шов. Вот. Раньше было дотронуться невозможно, когда я был толстым. Вот. Сейчас отработалось. Значит у нас осталось немножко влияние на брюшную аорту. Тонкий кишечник вот с восходящим отделом кишечника здесь связался. Вот у нас. Все спокойно. Вот сейчас я прохожу. Никаких ощущений болевых нет? Ничего. Все. Окей. Теперь вот сюда от шва идем куда? К брюшной аорте. И сразу вот тут, положив ручку прямо над пупочком или чуть-чуть левее пупочка, я нахожу пульсацию. Вот здесь вот внизу пульсация меньше, чуть выше. Вот пульсация. Совсем видно, что мои пальчики прыгают, да? Вот. Чувствуется. Я на ней останавливаюсь так же, как вот на шейной пульсации, да? И слушаю, где у нас есть затор. Мы диагностируем кровоток в нижних конечностях, в половых органах, в поясничном отделе позвоночника. Что? Стоим как на трубе канализационной. Чуть-чуть наложишь на пульсацию, нисколько не больно, чтобы было, да? Мы начинаем, создавая вибрацию, очищать брюшную аорту. Потому что атеросклероз брюшной аорты практически у всех. Что брюшная аорта показывает нам сейчас? Куда мы выходим? Когда ложимся спать, нам вот эту процедуру нужно сделать обязательно. Отработать пульсацию, чтобы улучшить кровообращение в поясничном отделе позвоночника, половых органов, в самом кишечнике петлях и ногах. Что за ощущения? В правой ноге. В тяжести. Вот мы и говорим. У нас проблемная варикозная правая нога. Вот здесь стоя до ухода тяжести, это в область бедра у нас больше? Скорее низ. Скорее низ. То есть мы даже до голени дошли уже. Отсюда мы дошли до голени. Поэтому не имеем права мы ложиться спать, ноги подняли, ноги проработали, а теперь брюшную аорту резюмировали. Поймали, где у нас что. Вот оно, нижняя часть. Это голень, да? Правой стороны голень, левая совершенно не чувствуется. Нет. Вот. Поэтому мы сейчас отрабатываем кровообращение правой ноги. Та, которая у нас с варикозным расширением вен, с клапанной недостаточностью вен. Никогда отсюда вену не ловили? Ну, я постоянно мну. Вот. А. Вот, вот, вот это, вот это место. Наша задача. Я даже целиком мать желудка. Вот. Вот вы будете мять, а надо выводить. Вы чувствуете, да? Ну да. Вот насколько, чтобы мы должны были выловить там ответ. Сейчас ушло ощущение в ноге. Да, пока так же. Да, пока так же. Поэтому мы можем увеличить наше воздействие, положив как вот вы кладете ручку, да? Вот я положила уже две ручки у меня лежат на вене. И я стою на ней, не давя нисколько, я делаю более четким пульс. И вот этот четкий пульс позволит нам изменить кровообращение в правой ноге достаточно. После кесарево сечения сделано, когда мы имели проблему. Здесь мы имели проблему после кесарево сечения в виде нарушения иннервации в теле. Но в любом случае, чтобы не было, мы должны в любой момент восстановить кровообращение в шве, чтобы не нарушалась иннервация. Вот мы сейчас ставим пальчик. На самый краешек мы должны поставить шва. Так, чтобы у нас шов оказался на подушечке пальчика и мы услышали его, как будто мы на нитку положили пальчик и нитку чувствуем. Вот эту нитку сейчас чувствуем. И если у нас здесь есть доселе идущий воспалительный процесс и мы нарушили тем, что перерезали лимфу и иннервацию органов, то у нас начинается песнь про белого бычка. Сразу куда начинает течь? Начинает идти плечо, плечо, подмышка, рука и прям до мизинца. Значит, для того, чтобы у нас, в жарке да, для того, чтобы у нас убрать. Ноющая такая боль. Ноющая боль. Куда я направляю? Правым к паховым лимфатическим узлам. Я направляю движение пальчика и мы должны это движение столько раз сделать, чтобы у нас сейчас отпустило руку, плечо и вот затвердение в шее откуда у нас стало быть идут. Десять лет назад сделано кесарево сечение неотработанный шов. Вот он у нас приключения дает в виде различных диагнозов. Что уходит сейчас, а что остается? Еще большой палец пошел на глаз. Это сильно болезненно? Сейчас уже нет. Уже нет? То есть расслабилось ощущение? То есть не имеем права уйти с этого места, пока мы полностью не уберем все ощущения. Так мы должны проходить каждую точку шва. И тогда тело отпустит. Мы как ниткой, получается, стянули его вот в это место, в зону спайки. И отвечает голова, отвечает плечо, отвечает рука нам тем, что они не иннервируются, то есть не получают достаточного количества нервных импульсов. И интересно сейчас ощущение? Все расслабляется. Расслабляется рука. Прекрасно. Так вот, вот это напряжение в руке, вот это подмышечная тема. Затвердение в мышцах, это все вот этот вот кусочек маленький. Мы даже еще не сдвинулись, да? Дальше мы должны будем с вами отработать весь шов. И что тогда мы пальчики кладем на шов? Опять чувствую, как ниточка, которая у нас идет, вот мы сейчас проверим. Я положила свои пальчики на весь шов. И мы опять диагностируем на данный момент, что у нас грудная железа отреагировала. Фиброаденома, который у нас после кесарево сечения, это тоже еще одна тема. Связано со швом. Нарушение течения лимфы. Уходит это ощущение? Рука сейчас не почувствует? Нет. Голова не почувствует? Опять становлюсь назад, вот на это место. Направляю движение шва правым паховым лимфатическим узлам. И слушаю голову. Все спокойно в Багдаде. Ну и слава Богу. Вот так отрабатывается каждый шов в теле. И не важно в каком году он сделан, все можно привести в порядок. Отлично. Хорошо теперь? Ну и слава Богу. То есть, понял Олег, да? Насколько важно все удары, ушибы отрулить, которые были. И вот эти все ее диагнозы, а еще раз нам расскажи, сразу после кесарева, какое было состояние? Нарушение походки, концентрация внимания. И у меня сильно болело шея, ключица и правая рука. Вот мы сейчас повторили, вернули ее куда? Назад к тем событиям, получается. И к этим ощущениям. И будем их убирать. Значит, а последствия кесарева сечения нужно нивелировать на протяжении всей жизни женщин. Нет нигде заторов. Мы молодцы. Шов отработан. Есть, значит работает. Умница. Молодец. Возникла проблема с застоем в швах. Вот как мы здесь увидели с вами витилиго. Нарушение мозгового кровотока. Нарушение кровоснабжения в области удаленной застойной желчной щитовидной железы. Мы кладем пальчики на отключичную зону. И потихонечку, не торопясь, убираем застой. Где? На отключичной зоне слева. Потом, валерьян, убираем застой в надключичной зоне право. И вот только теперь мы начинаем с вами убирать застой в области шва. У нас здесь два шва. Дожидаясь ухода дискомфортных ощущений в голове, то есть мы положили, подержали, дождались ухода дискомфорта в голове, пошли дальше. А затем еще убираем в шве выше. Вот у нас шов должны пройти. Должны эту помойку убрать. Должны привести их в порядок. Поэтому должны вот так диагностировать вечером свой шов. Если находить дискомфортные ощущения, значит мы должны будем прорабатывать шов. Днем мы прорабатываем шов в диафрагмальном дыхании, а на ночь мы прорабатываем своими пальчиками. Чем больше мозговых проблем, тем больше нужно работать своими пальчиками. Поэтому мы приходим к другой точечке. Опять вот шов. Вот здесь вот сейчас хорошо видно. Вот он шов. И вот я кладу пальчики на краешек шва. И опять начинаем читать этот наш атлас тела. Какое ощущение где у нас вылазит? Вена левая вылазит. На меня, потом сюда. После каждой травмы, особенно если это было с повреждением целостности поверхности, мы должны отрабатывать швы. И независимо от времени операции, травмы, мы должны с вами восстановить чувствительность шва везде одинаково. Для спортсменов это очень актуально. У них очень часто травмы. Обязательно бывают травмы с повреждением поверхности. Значит тогда сшивают. Делают шов. У нашей дамы шов вот этот, который посмотрите на ловле и на коленке. Уже сколько лет этому шву получат? 15 сентября 16 года. Это значит 6 лет уже у нас есть. Ну 5 лет. Значит мы говорим, за этот промежуток мы под шину не лазили. Не лазили, только пчелам стояли. Не лазили. Слава Богу, она вот здесь потихонечку размуливала апитерапию. В чулу жаленья. И виватоном тоже тоже. И виватоном отрабатываем. Но самое важное нам пройтись по нитке шва. Это так и называется. Работа с ниткой шва. Поэтому вы начинаете ближе всего здесь к паховым лимфатическим узлам. Вы отрабатываете сначала паховые лимфатические узлы. Диагностируйте, где ощущения в шве возникают. Когда я так тяну, куда мы попали. Тишина. Тишина. Переднебедренную поверхность. Напряжение. Расслабление. Напряжение. Расслабление. Напряжение. Ищем, где у нас лимфатические узлы паха сейчас мешают кровоснабжаться шву. Мы активируем эти лимфатические узлы паха. Бедренная поверхность у нас передняя. Все спокойно в Багдаде. Удивительно спокойно. Хотя мы тащим. Потому что вы немножко занимаетесь собой. Уже виватун. Прекрасно нам решает этот вопрос. А теперь мы приходим на швов. Самая важная ваша задача. Мы на кончик шва ставим пальчики. Продолжаем другими пальчиками. Ощущаем, что мы стоим на нитке шва. И начинаем организовывать движения по направлению лимфатических линий. Напряжение. Расслабление. Расслабление. Напряжение. Расслабление. Напряжение. Что происходит со швом? Со швом ничего. А далекое-далекое какое-то вот тут под коленкой. Под коленкой. То есть мы сейчас через шов разгружаем подколенные лимфатические узлы. Чтобы у нас как раз прошел процесс восстановления самой костной ткани. И убралось воспаление. Чтобы не допустить воспаления костной ткани. У стомиелита посттравматического. Поэтому все швы под коленой, которые у нас сейчас запрятаны. Они вот зашевелились, когда мы заработали швом. Уходит ощущение под коленой? Мелькнуло? Прогладили. Эту часть переходим на другую часть шва. И опять диагнозируем. Чтобы доработать напряжение. Расслабление. По ходу движения лимфатических линий. Напряжение. Расслабление. Напряжение. Откуда тянем? Все-таки под коленой. Опять под коленой тянем. То есть до тех пор, пока мы работая со швом. Не уберем ощущение в подколенных лимфатических узлах. Мы не уберем в них застой. А стало быть будет замедляться срастание кости. Например, если она у нас треснула. Если у нас был перелом костной ткани. Почему замедляется процесс срастания костной ткани? Потому что идет там воспалительный процесс костной ткани. Это же место повреждения. Там есть воспаление. Нам надо, чтобы работали местные лимфатические узлы. Вот мы сейчас здесь местные лимфатические узлы под коленой. И потихонечку убираем с вами со шва. И так мы должны будем с ней проходить по всему шву. Напряжение, расслабление, напряжение, расслабление. И додерживаем, чтобы у нас ощущение под коленами лимфатическими узлами ушло. Опять пошло туда? Но пока при крови, когда мне притерял Олег Владимирович вас в центре, пока при крови, не было лимфатических узлов. Было много лимфатических клеток. Это ответ на воспаление. Потому что у вас это вот отсюда. И до сих пор мы говорим. Если у нас, укладывая руки на шву, мы ощущаем ближайшие местные лимфатические узлы, значит воспалительный процесс еще костной ткани идет. И клеткие трассы, это поверхностные периферические узлы. Это все видно. Да, и это видно. И микроскоп. Ну это и видно. Сейчас мы с вами проверили пальчики. Поэтому всегда работайте с зоной травмы. Все будет спокойно при работе со швом. Тогда мы молодцы, мы можем отдыхать. Если ощущение есть, ощущение извращения чувствительности горит. Либо немое, либо еще что-то. И ответ пахлых и лимфатических узлов говорит, что надо продолжать работать. У меня механическая подпластина. Я хранит. Я хранит. ВОЗ. Давай. Идите. Продолжение следует...